всем привет здесь у меня комментарий такой был вектора можно писать намоточные данные всех контуров всех контуров лампы передатчик 3 мегагерца ну чё это все в общем делается легко даже запросто для этого нам нужно программочку одну скачать которая потом будет у вас установлена на вашем компьютере и вы можете вечно ей пользоваться значит адрес ее вставляем сюда так вот он и вот этот адрес запишите и запомните нажимаем enter ну у нас как всегда теперь переход после просмотра рекламы нам рекламу предлагает посмотреть но куда же нам деваться то сейчас загрузка рекламы идет хотя она нам с рода не нужна в одну век такой вот она реклама просмотр рекламы 11 10 секунд 9 потом будет один трах бах и все взрыв теперь мы ее пропускаем она нам с рода не выжинает рекламы пропустить рекламу так загрузка сейчас чего-то загружается вот смотрите что но тут вот такая вот получилась картиночка загрузилась вот это контур 32 zip мы нажимаем скачать нажимаем скачать вот он он у нас вот у нас скачивается все мы его скачали теперь тут нажимаем вот так и посмотреть где же он у нас есть вот он где у нас есть загрузках вот так вот берем его и нажимаем значит чего нажимать вырезать вырезать вырезали мы ее все теперь она нам тут не нужно вот это дело все закрываем вот я его уже сюда загнал а потом его нужно взять и раскрыть он 12 в зипе крылья моего вот он он контур 32 вот он у нас контур 32 вот такая программка она давнишняя давнишняя она в интернете стоит уже и нам а сколько лет вот так что самого начала и как интернет образовался так вот она тут все стоит это значит что мы будем делать с этой программы вот мы берем это вот эту схему и нам нужно как бы заявка была что нужно вот контура вот эти параметры этих контуров вот берем вот этот контур нам его нужно данные вот этой катушки вот у нас это определяем какая тут у нас емкость в этом контуре вот 470 плюс 470 это значит а последовательные конденсаторы значит 235 пикофарад емкость этого контура ну этот я не знаю сколько тут стоит ну пусть еще допустим 20 пикофарад к ней добавим вот ну в общем короче 250 пикофарад пусть будет не настолько уж это там и точно это должно быть значит в этом контуре 250 пикофарад 250 пикофарад частота у нас известна у нас вот эта частота у нас в два раза меньше частоты выходной то есть у нас выходная частота будем считать 3 мегагерца значит здесь у нас полтора мегагерца мегагерца вот у нас такие исходные данные полтора мегагерца и значит 250 пикофарад у нас самый конденсатор вот теперь начинаем дальше плясать так значит нам нужно индуктивность найти вот у нас килогерцы килогерцы это значит у нас тысяча пятьсот тысяча так тысяча пятьсот килогерц и значение емкости у нас здесь ну мы как бы договорились что 250 пикофарад 250 пикофарад теперь нажмите сюда для расчета нажимаем вот у нас получилось вот 45 и т 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 микро генри вот значит все запомнили мы это где-то записали а теперь нам саму катушку надо выдумать какую же нам сделать то ее сделать будем так число витков вот давайте будем так число витков вот тут значение индуктивности вводим так у нас значит 45 но округлёмся 45 делаем 45 45 микро генри видите диаметр намотки ну диаметр каркаса вот дело в том что вот эти вот параметры если как бы дать все вам нужно будет искать а какой же где же найти там этот самый каркас какой там он нужно вот поэтому здесь вы можете сразу ввести такой какой у вас имеется в наличии каркас вот есть у вас какой-то там каркас ну допустим допустим что у вас каркас диаметром ну полтора сантиметра может такой быть может вот шприцы вот шприцы на них тоже вот хорошим мотают так он 11 миллиметров кажется ну ладно допустим 11 миллиметров вот мы ввели 11 миллиметров диаметр каркаса введите диаметр провода вообще-то значит чем на толще тем лучше но тут тоже какие-то ограничения есть уже ними не намотаете 5 миллиметровым проводом значит общем где-то 035 допустим будет 035 такая реально предполагаемый шаг намотки сплошняком будем мотать без шага жмем получилось 142 витка ну вот и все а какие вам еще тут данные на диаметр каркаса известен количество витков 142 витка провод 035 ну если вам это не понравилось или нам вам нужно узнать какая же длина будет но длина чем вот я делаю вот эту величину количество витков умножили на диаметр провода вот вы узнаете какой длины вам каркас понадобится теперь допустим вам следующее надо это вы определили вот какой у вас вот этот контур должен быть его параметры теперь вам нужно вот этот определить а этот определяется тоже так же у вас тут частота какая должна быть 3 мегагерца вот эта емкость у вас 4700 но это сильно большая величина будем считать что это как короткое замыкание значит вот эту емкость вам нужно дана от 12 до 495 пикофарад возьмем среднюю величину 200 пикофарад ладно вот эта величина тоже очень большая будем считать что это короткое замыкание значит у нас такие параметры 3 мегагерца этот контур 3 мегагерца и емкость у него будет 200 пикофарад она же плавно меняем и вот так вот знаешь исходя из этого мы можем определить все параметры как он точно так же как вот это мы считали так что все очень просто точно также можно подсчет вести к любым контурам если вы какой-то приемник делаете там написано емкость а данные катушек нету соответственно вот вот так же точно высчитываете так ну я думаю вам это понятно вот скачиваете эту программу и пользуетесь на этом я заканчиваю всего хорошего спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал пока